Перед совещанием о соблюдении требований действующего законодательства в сфере регулирующих отношений, связанных с организацией розничных рынков, представители управляющих рынком компаний всех районов области, во главе с начальником управления рынка продовольствия и лицензированием Министерства сельского хозяйства Пенинской области, объехали торговые точки Кузнецка. Первым объектом проверки стал центральный рынок нашего города. При выходе на работу ваши контролеры или администратор, что должно посмотреть, имеются ли какие соответствующие? Пожалуйста, кто из данной палаточки торгует? В принципе, управляющий рынком компаний. Правильно я говорю? Да, значит, при выходе на работу лично я обхожу рынок ежедневно. Проверяю бэджики у них, проверяю свидетельства. Если с промышленной группой товаров дела обстоят хорошо, то в продаже продовольства были выявлены различные нарушения. Это вообще не допустили. А если бывает? Правильно я говорю? Скажите, пожалуйста, какая правила должна быть? Стеклянный тарк должна быть. В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы имеются документы. То есть паспорта ветеринарной безопасности и все остальное. То есть наша заведующая лаборатория ведет этот учет, какой скот, от какого скота произведена данным продуктом. Комиссия проверяла не только состояние торговых прилавков и наличие необходимых документов и справок, но и подсобные помещения продавцов и лабораторию рынка. Есть какое-то подозрение, мясо помещается в изолятор, и чтобы потоковость была соблюдена, чтобы назад не выходила зараженная продукция, есть соответствующий отдельный выход. У каждого продавца, который реализует мясо, молоко, творог, обязательно должны быть ветеринарские карточки. По этому поводу кузнецким товаропроизводителям замечаний не было. В целом центральный рынок особых нареканий со стороны проверяющих не вызвал. А вот к рынку номер два критических замечаний было довольно много. По второму рынку, который принадлежит управляющей компанией МОП «Водоканал», то есть большие замечания в плане проведения, своевременности проведения косметического ремонта. Мы увидели, что стены почернели. Здесь возникает вопрос о эффективности вентиляционных систем. Есть они или нет. В плане защиты прав потребителей нарушения, мы с вами увидели нарушения и по составлению ценников, по заполнению ценников и наличие ярлыков и этикеток. Касается это и по алкогольный рынок, и МОП «Водоканал» управляющей компанией. Уже на совещании Нина Богач особо отметила неконтролируемый рост цен главным образом на продукты питания первой необходимости. Во-первых, вы должны привлечь на свои рынки товаропроизводителей. Вы их можете привлечь только тогда, когда вы, может быть, снизите для них какие-то приоритеты сделаете. И обратила внимание управляющих рынком компаний на частые нарушения договорных отношений между закупщиками и поставщиками. Очень большие административные ответственности сейчас по 381 закону тоже в части нарушения договорных отношений хозяйствующих субъектов, которые поставляют товары, то есть производители, и которые принимают товары, то есть наши торговли. Штрафные санкции очень большие. Просто сейчас одну штрафную санкцию я назову, это касается сетевых компаний, которые задерживают оплату товаров нашим производителям. Наложение штрафных санкций от 1 миллиона рублей. Значит, вторичное, если это нарушение, то вторичный штраф 5 миллионов рублей. Штрафные санкции очень большие.